На пересечении улиц Дзержинского и Репина наконец-то заделали ямы. Несколько лет выезжая на этот перекресток, жителям приходилось в буквальном смысле искать пути для объезда. Презентацию новейших технологий ямочного ремонта продемонстрировали московские дорожники. Они показали сразу несколько способов ремонта. Первый – это санация трещин. Необходимо трещину разделать правильно, правильным оборудованием. Необходимо залить в нее хорошую мастику. Нужно для этого сделать так, чтобы у вас был обученный персонал и хорошая погода. По мнению московских специалистов, этого достаточно, чтобы трещины на дорогах не подвергались влиянию окружающей среды, автомобильной активности, а участок, отремонтированный таким образом, эксплуатировался без вмешательства со стороны дорожных служб еще лет 10. Второй показанный способ позволяет без использования фрезы закрывать дефекты в асфальте, предварительно нагрев края существующей ямы. Мы предлагаем разогреть это место над вот этой образовавшейся ямкой, положить туда асфальт и бетон ровно столько, сколько вот ему нужно, и не больше. И потом все это перемешать просто, ну, условно, граблями или еще чем-то, и уплотнить. По словам гостей нашего города, этот метод борьбы с ямами на дорогах несет в себе множество плюсов. Уменьшается количество материала, необходимого для ремонта, а, соответственно, уменьшается итоговая стоимость всех работ. У таких ям отсутствуют стыковочные швы, что увеличивает износа стойкость отремонтированного участка. Сокращается количество времени, необходимого для проведения всех работ. На ремонт одной ямы у специалистов уходит около 15 минут. За час мы можем сделать там 4 квадратных метра. За смену, ой, ну да, 8-часовую, это уже получается 4 на 8, уже 32 квадратных метра. Но эти 32 квадратных метра, это очень дешево, во-первых. Во-вторых, это под ключ. Презентация, по мнению собравшихся, прошла успешно. Специалисты наглядно продемонстрировали работоспособность своих технологий, а местные жители избавились от надоевших ям на выезде из двора. А вот пойдут ли эти технологии в работу в Сарове, узнаем совсем скоро. Кирилл Васинин, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.